Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Все, что напечатал, насобирал. Тема у меня звучит так, формирование исполнительства на губной гармонике в России. Тема такая вообще бедная, то есть никаких учебников, пособий по этой теме нет. Ну и тем более никто на эту тему дипломных работ, диссертации не писал. Так как я играю на губной гармонике, и эта тема очень интересна для меня, я попробовал проанализировать всякие разрозненные данные, проинтервьюировать нужных людей, которые играют на губной гармонике. И по сути уже основные даты есть. Хронологизировать историю губной гармоники в России у меня практически получилось, можно сказать. Лишь нет информации в начале века 20-го, то есть до 40-х годов там очень мало информации. Один-два учебника вышло, и все по сути. Сейчас еду в Казанскую консерваторию и показываю свою дипломную работу в черновом варианте. Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, эксклюзивные кадры. Распечатал свою дипломную работу. Формирование исполнительства на губной гармонике в России. Черновой вариант. Всего лишь 20 страниц. Потом будет больше, конечно же. А вот и конца. Главное, находится чуть выше, на большая, красная 38. Это подъем вечный, каждое утро. На оркестр 8 утра. От кольца до конца. Был ужасен для меня, потому что я каждый раз потею. И сейчас тоже вспотел. А вот мы и приблизились к главному зданию. Которое основано даже в каком еще? В 45-м, кажется. А до этого это здание принадлежало больнице, что ли? Что-то такое. Черт. 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 Азер. Нифига фотографий даже, чтобы кушать. Гоботарев. Гуляет, спит. Город. Город. Брать. 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 Ваше 4-й курсе. Город. 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 Ребята, знаете, как я зол, пиздец. Конечно, злость уже спала немножко, два часа времени зря потратил, проторчал в этом месте, мне не зачли, короче, из-за того, что научный руководитель, типа, не посмотрел последнюю версию моей работы. Вот такая вот жопа, друзья, это вуз, даже в плане музыки, забудем мы об этом, сейчас будем сегодня качать пресс, покажу, какие упражнения делаю уже в течение пяти лет, не одни те же, конечно, но последние, новенькие, и еще много чего сегодня интересного предстоит. Бам! Всем привет, ребята! Меня зовут Раиль, время домашнего кача подошло. В Казани уже вечер, там холодновато, а дома нормально, тепло. Сегодня будем качать пресс, мой любимый пресс. Именно с этой части тела я начинал вообще свой культуризм. С него начал, потом подключил отжимания, потом еще всякие другие упражнения делал, и сейчас уже качаю практически все. Естественно, за шесть лет, начинал в 2011 году, я перепробовал разные упражнения, есть очень клевые и эффективные. Начинал с восьми минут, есть ролик такой на ютубе, можете с него начать, там три уровня. Потом перешел на сумасшедшую тренировку, также он есть на ютубе, сумасшедшая тренировка пресса, а потом уже начал свои упражнения делать с роликами. Вообще, множество разных упражнений перепробовал. И сегодня буду тренировать пресс уже по своей последней методике сказать, что ли. Последние упражнения новые. Каждый раз нужно подбирать новые, чтобы пресс развивался. Посмотрите, как я качаю сегодня пресс, и можете тоже самое повторить, если вам будет не сложно. Поехали! Много различных упражнений есть. Надеюсь, вы уже разогрелись, то есть зарядку сделали. Дальше я приступаю к такому вот упражнению. Турник у нас, кстати, не работает сейчас. Мы его не смогли нормально прибить после ремонта, поэтому отпадает упражнение на турнике, хотя я последнее время на турнике больше всего проискачал. Там ноги поднимать можно было. Поехали! Делайте максимум, сколько можете, потом делаю такое упражнение. По два упражнения, кстати, делаю сразу же. Поехали! не знаю, как это назвать. Человек-паук. Чувствуете, как напрягается пресс? Не расслабляйтесь. Боковые хорошо прорабатываются. Отдых 30 секунд. Следующее упражнение очень любил Брюс Ли, как я прочитал, если правда. Но здесь его не будем выполнять так, как он делал. Будем делать выбросы вверх и вперед. А Брюс Ли держал вот эту стрелку. То есть так. Сейчас не будем этого делать. Сейчас выбросы вперед и вверх. Я иногда кроссовки надеваю или тяжелую обувь. Или грузики надеваю. Жжет вообще сильно. Делайте на максимум. Сейчас я мог бы чуть больше сделать, но время поджимать, нужно убегать. Следующее упражнение делается сидя на попе. Твистер называется. Тоже из третьего уровня пресса. Мне оно понравилось. Делаем вот таким образом. Статическое упражнение, по сути, на прессе. Конечно, не забывайте дышать. Это очень важно. Курочка практически готова. Осталось рисочку добавить и все будет отлично. Следующим я делаю... Название, конечно, не помню. Такое вот упражнение повторять. Отлично. Сразу же тут же. Так. Гантелька нужна. И сразу добиваем. Вот она гантеля. 10 кг. Ребята, такой секрет. Не стремитесь поднять тело наверх, а стремитесь сокращать ваш пресс. То есть, чтобы он сжимался вот таким образом. Туда нужно тянуться. Есть такое еще упражнение вперед специально. Отвлекает друзья, блин. Охлаждаясь, нужно наоборот потеть и лучше в одежде заниматься, чтобы жир сжигался. Еще раз повторяем упражнение Брюса Ли. Поехали. Упражнение хорошо прям растягивает пресс, ноет. Но вы терпите, друзья, не сдавайте сразу. После того, как начал болеть, еще добавьте десяточку. И все потом будет лучше. Человек-паука делаем. Напоминаю, друзья, делаем максимум. То есть, я не считаю, сколько я делаю максимально больно, пока прямо не отвалится все. Ну, как вам пресс, кстати? Комментируйте. Сегодня делаю сокращенную программу, так как сейчас опаздываю, уходить нужно. Показал вам самые эффективные и мощные напольные упражнения для пресса. В моей коллекции еще много разных упражнений. Все это я вам постепенно покажу. Пока что вот такие напольные, более-менее легкие и мощные, пробивающие. Делайте их. Сейчас два последних упражнения. В руках ноге называется. Жадно глотая воздух, вдыхая пыль. Шагая по обочине, ты рассекаешь дым. Еще вчера все было так просто, так легко. И утопая твое чувство, было приятнее всего. Ты изменила, стало лучше только для меня. Твои глаза горят огнем, ведь впереди мечта. Шаг за шагом пройдем, пути пройдут года. Дальше велик всем известный. Ребята, сегодня я показал вам упражнения для пресса. Их еще много, когда я вам сказал, все буду постепенно показывать. Подойдет лето, вообще настоящий уличный стрит-воркаут вам покажем с ребятами. Пока что домашняя тренировка выглядит таким образом. Под конец уже вспотел и взогрелся. Но, к сожалению, надо спешить. Такая вот сокращенная тренировка была. До связи. Пока мы живем, друзья, нужно делать все от нас зависящее. Чтобы в конце, в старости, не жалеть о том, что ты что-то не сделал, чего-то не достиг. Просто не парься, не думай, получится, не получится, а бери, пробуй, делай. Потому что ты не знаешь пока что свои возможности, свои границы. И вот тебе их нужно испытать. Для этого тебе дана жизнь, чтобы ты проверил, на что ты способен. У меня есть свои цели. И культуризм помогает идти к этим целям. Поэтому я веду уже здоровый образ жизни с самого детства. Надеюсь, вас сегодняшний ролик вдохновил. Вы подпишитесь на мой канал и будете следить за новыми роликами, за моим творчеством музыкальным, за моим просто развитием. А я буду давать вам хорошие советы. И просто интересно с вами проводить время. Пока!